здравствуйте дорогие леди с вами валерия с новым годом вас уже наступившим и у меня для вас порция винтажных находок все очень красивая необычная начну с этой подборки здесь у меня посмотрите какой красивый кулон с лупой его длинная достаточно цепочка украшенная жемчужинками и конечно сама вот эта вот лупа очень красивая в сердечке обрамлена это украшение от компании 1928 это американский бренд датирую я это украшение концом 80-х началом 90-х годов и вот к нему к этому кулону мне кажется идеально сочетается с ним вот это вот брошь игла из предыдущей коллекции от компании florenzo 60-х годов мне кажется вместе они прям дополняют друг другу такой тандем стильный получится следить кулон и приколоть эту брошь иглу следующая находка это вот этот очаровательный самолетик у него видите здесь крутящийся элемент даже есть компания брауэр американский тоже бренд сохранность здесь замечательная единственное мне кажется некоторые кристаллы они немножко помутнели но несмотря на это они все равно переливаются поблескивают и такое ощущение как бы так и было изначально задумано здесь у нее маркировка в этой броши надеюсь вам видно так по золото вся в идеальном состоянии и продолжаю вот какую-то военную тему самолетик а теперь такая брошь в геральдическом стиле здесь стилизованный мальтийский крест и двуглавый орел это компания кора 1950-е годы вот так вот здесь маркировка выглядит состояние тоже замечательное нет никаких изъянов прям видимых эмаль здесь нанесена такого красивого вишневого бортового цвета благородного по золото все тоже на месте и вот такая крупная брошь тоже стилизованный мальтийский крест украшен жемчужными бусинками австрийскими кристаллами и черная эмаль я сначала подумала что она темно-синяя вечером но сейчас вижу что она прям черная это тоже американский бренд называется он премьер дизайнс это брошь девяностых годов и будьте внимательны вот я вам специально показываю обратную сторону это брошь встречается как новодел и есть вот отличие именно в обратной стороне будьте внимательны вот это вот оригинальная брошь вот так у нее оборот выглядит ее можно использовать как подвеску с бусами или цепями крупными очень красиво будет эффектно кстати вот эта вот шкатулка она тоже винтажная пятидесятых и я хотела сначала сначала предложить ее на продажу в разделе чтобы она была на сайте у меня винтажные аксессуары но я здесь вижу вот такие изъяны поэтому решила оставить ее себе для фотографии видео она будет у меня как такую фото зону выполнять тоже кстати американский бренд сейчас аккуратненько покажу вам смотрите тут написано женье фарингтон тиксоль покажу вам колечки ктейльные кольца все они очень крупные массивные это от компании вайтинг дэвис американский бренд известный кольцо регулируется по размеру но не так сильно допустим как кольца арта ли флоренза то здесь ну максимум на один-два размеры можно поменять вот это вот шинка она туда внутрь входит так сейчас тут наверное размер 18 мне кажется стоит состояние здесь хорошее единственный момент на кабошоне при определенном угле видно вот небольшая такая царапинка не знаю видно вам следующее кольцо тоже от компании вайтинг дэвис это середина шести десятых она в лучшей сохранности чем предыдущей она просто практически идеально я думаю и не одевали ни разу здесь такой красивый кабошон из стекла имитирующий березу тоже размер универсальный еще одно кольцо от этого бренда пятидесятые конец пятидесятых здесь вот такой неправильные формы кабошон интересный под перламутр такое эффектное тоже колечко маркировка есть размер здесь где-то 17 наверное но его тоже можно поменять и еще одно кольцо тоже с перезой но видите уже другая форма тоже интересно смотрится это та же самая компания в этим дэвис тоже 60 состояние здесь практически идеальная только вот здесь небольшая потертость а вот внешняя сторона лицевая вся идеально сохранилась а это кольцо от компании терталани тоже известная американская компания среди коллекционеров она имеет такое итальянское происхождение немножко потому что создатель сам итальянец но он как эмигрант приехал в он работал долгое время ювелиром а потом создал свой бренд костюмных украшений кольцо еще крупнее чем предыдущие такие вот две рыбки кто у нас по знаку зодиака рыбы можно это приурочить гороскопом красивое кольцо объемная она тоже регулируется по размеру здесь кстати маркировку видите терталани сейчас она где-то на 16 стоит следующая находка и это дуэт от компании кора американской компании я уже не раз рассказывала про эти необычные украшения это получается брошь трансформер которая состоит из такой конструкции необычные с виду выглядит как обычная брошь и застежка здесь тоже как обычная как у обычные броши но когда мы ее вот так вот открываем мы можем снять два дресс-клипа которые крепятся на общие объединяющие рамки вот так вот они снимаются и такие клипы да мы крепили на своих платьях блузах где угодно на шляпках перчатках сумочках где фантазия позволит посмотрите какая красота очень элегантная небольшое аккуратное украшение здесь посмотрите кристаллы разной огранки огранка багет и круглая бриллиантовая на каждой застежке выбит номер патента на саму конструкцию и получается здесь два патента вот на рамке один выбит а второй выбит патент на самих клипах состояние украшения очень хорошее для своего такого почтенного возраста а это на минуточку 1930 годы то есть украшению почти 90 лет вот какая прелесть сейчас я вам покажу патенты вот смотрите первый патент был выдан в марте 31 31 марта 1931 года это вторая часть патента изображена здесь конструкция застежки а это второй патент на сами клипы как они захлопываются закрепляются вот видите пружинка изображена очень интересно чем отличается этот дуэт от предыдущих которые я находила ранее он знаете он очень небольшой по размеру аккуратный другие которые я вам показывала они все таки гораздо больше сантиметра наверное на 2 на 3 а этот такой изящный элегантный очень аккуратный мне кажется его даже можно и на пояс куда-то крепить не только использовать по отдельности дресс-клипы и на блузку можно его поместить и на жакет куда угодно очень красивый так ну переходим к следующему лоту это будет комплект от вейтинг-н-дэвис который я вам кольца показывала вот это та же самая компания браслет и кольцо посмотрите какой красивый здесь дизайн в центре мы видим кабошон с камеей но камея выполнена из из какого-то такого стекла материала она подсвечивается под разным углом и меняет свой цвет посмотрите просто вот какое-то волшебство я так понимаю это подобие опалового стекла который используется допустим в марке киркс фоли может быть вы знаете украшение киркс фоли с лунами это очень известные украшения все их хотят вот здесь вот подобные эффект очень красивая дама изображена и вообще сам сам браслет тоже весь такой ажурный с орнаментами интересными красивыми и к нему кольцо такого же дизайна с такой же камеи волшебный переливающийся здесь получается и какой-то голубой цвет и фиолетовый синий и золотистый даже здесь кольцо также имеет шинку не цельную это значит что можно подогнать под свой размер пальчиком у меня 16 она мне велико значит это где-то где-то 17 сейчас стоит переходим к следующим лотам это украшение от компании кора осенью я находила подобные изделия и они настолько произвели фурор мне писали в директ мне писали на ватсап все хотели их но к сожалению тогда тоже было всего две броши таких и их быстро очень купили буквально там за час после того как видео вышло и после этого мне писали еще но без преувеличения человек 30 но я вот искала как могла и вот нашла только сейчас подобные украшения и так рассказываю для новичков и те кто не видел предыдущие видео это украшение от компании кора 40-х 50-х годов в чем вообще их фишка вы видите да это брошь медальон и она вот секретом она вот так вот открывается об и здесь можно было вставить 4 фотографии своих близких родных любимых людей вот это вот конструкция она запатентована и в этом и состоит новаторство компании кора потому что до этого вот такой конструкции не существовало то есть встречались броши медальоны кулоны различные просто с одним ну с одной створкой то есть можно было вставить одну фотографию максимум две а здесь компания кора предлагает аж на 4 фотографии и посмотрите я нашла еще в прошлый раз во первых страничку из журнала старого как с рекламой вот этих вот броши получается их позиционировали изначально как family album locket вот и тут рассказывается да что вы можете вставить в это украшение фотографию всей своей семьи вот мы перейдем к самому интересному конструкции вот это вот патент на само изобретение как раскрывается вот этот механизм этой броши автор сотрудник компании кора который как раз таки отвечал за вот такие вот интересные конструкции интересные механические решения эдвин с дону и получается смотрите а патент был подан в 1947 году но получен он был только в пятьдесят первом году это почти прошло четыре года это очень долго обычно ну за год за полгода уже патент отдавали вот здесь вот дизайн уже запатентован адольфом катсом он разработал сам дизайн этой броши адольф катс это главный дизайнер компании кора который просто потрясающее украшение создавал он знаменит был в своих кругах но и сейчас коллекционеры всего мира охотятся за украшениями именно которые создал этот человек так это часть патента и вот второй патент на дизайн две броши и два патента на дизайне нашла на них адольф катс вот и смотрите вернемся к тому почему четыре года не давали ну не завершали вот эту вот процедуру патентование посмотрите если у нас там была дата 1947 год вот здесь вот стоит маркировка патент это значит что патент подан это так компания защищала свои авторские права чтобы конкуренты не могли скопировать ее новаторство ее идеи так вот они сообщали конкурентом что патент уже подан ребята все отдыхайте вот и получается когда патент был уже ну завершена эта процедура то компания могла уже ставить просто номер патента но до этого момента она могла поставить столько вот такую маркировку pet pen соответственно вот это вот брошь она выпущена раньше это где-то сорок седьмой сорок восьмой год а вот это вот брошь выпущена позже как раз таки в пятьдесят первом в году поэтому когда открываем внутри и то вот здесь вот мы видим уже что выбит сам номер патента вот такое небольшое расследование детектив а эти броши достаточно сложно найти в хорошем состоянии но это практически нереально будут какие-то все равно следы времени но вот эти вот два экземпляра я старалась чтобы следы времени были минимальны вот у них внешняя вот эта лицевая часть она идеальна то есть тут нет никаких царапинок вот только на бусинках немножечко потертости но вот позолота вся целенькая с обратной стороны вот конкретно этой броши тоже тут ну практически нет никаких следов времени вот она сохранилась можно сказать идеально вот эта брошь с таким прекрасным цветочком анютины глазки наверное или фиалка все время их путаю во первых она с эмалью тоже эмаль в идеальной сохранности кристалла тоже блестит сияет здесь посмотрите fleur de lis украшен гилье шей рисунком это тоже ювелирная техника сложная и тоже здесь вот эмалью нарисованы цветочки очень красиво здесь все тоже цело а здесь получается следы времени только вот на обратной стороне немножечко такая потертость а с внешней стороны все идеально очень конечно красивая напишите какая вам больше нравится с цветочком или вот жемчужинками мне они обе нравятся безумно красивые а самое главное необычные с такой интересной концепции и идеей так ну что перехожу к следующему вот он очень красивый браслет с чармами вот такой вот он весь посмотрите здесь один чарм виде часов это бренд анна кляйн это американский дизайнер известный датирую я это украшение восьмидесятыми годами здесь получается у нас ключик древой жизни вот такая какая-то капелька интересная четырехлистник на удачу часы часы на ходу это кварцевые часы батарейку я сама не меняла вот они как как ко мне приехали они на ходу я батарейку не ставил поэтому через некоторое время наверное они сядут нужно будет поставить батарейку и обратите внимание здесь циферблат сделан из настоящего перламутра очень красиво конечно в живую смотрится прелесть дальше у нас чармик в виде какого-то цветочка такого ажурного следующий чарм это локит вот как раз таки да на две фотографии маленький такой красивый что у нас тут похоже сердечко какой-то жемчужинкой и буковки анна кляйн браслет он достаточно увесистый такой но видите потому что здесь столько чармов но приятная такая тяжесть очень интересное плетение самой основы по золото здесь немножко сошла очень благородно все выглядит красиво так здесь размер все попробую на своей руке если у меня 14 половиной я так предполагаю на 16 я еще потом точно все размере вы и напишу вам очень красивый и получается и браслет и часы что у меня еще здесь для вас припасено вот такие шкатулки я еще нашла интересные это 50-е годы посмотрите получается одно отделение с такими мешочками они прикреплены бархатные мешочки здесь можно носить наверное и украшение кулон и какие-то цепочки колье либо броши в таких мешочках вот и второй этаж второе отделение можно сказать вот такое вот так она выглядит тоже здесь флокированная поверхность внутри сохранность идеальная в очень хорошем состоянии все просто вот такое ощущение им не пользовались скорее всего так и было потому что я не вижу здесь никаких следов что им пользовались следы времени только на этом кейсе следы времени только вот получается на застежки на по золоте она вот здесь вот немножко поцарапано на общем да на вот этих золотых элементах небольшие есть микро царапинки но а вот бархатные части флокированные они все в идеальном состоянии ну такой кейс удобно брать с собой в поездке взять свои любимые украшения которые на отдыхе будете использовать стильный красивый благородно выглядит и цвет такой темно-красный теплый оттенок красивый и вот точно такой же но бежевого цвета даже не бежевая наверное это песочный скорее цвет здесь тоже получается сохранность хорошая но пострадали от времени только вот эти вот золотые части кстати здесь вот это вот меньше всего пострадала золотая часть по сравнению с предыдущей шкатулкой какой вам больше нравится красный или песочный мне наверное песочный он мне просто больше подходит хотя красный тоже мне подходит муки выбора как обычно так и здесь в этой шкатулке продолжение продолжение нашей коллекции австрийская брошечка сороковых годов виде аппетитного яблочко или это вишенка нет наверное все-таки яблочко вот она как переливается австрийские броши фрукты за ними сейчас охота мне кажется стало еще больше чем 3-4 года назад просто их хотят все вот она такая миниатюрная хорошенькая аппетитная здесь клеймо стоит австрия состояние у нее замечательно нет никаких таких прям явных изъянов это сороковые годы очень красивая вот эта основа для тех кто не в курсе а я снова вот этот кабошон яблочко это стекло это стекло и почему она так блестит переливается потому что покрывали ее золотой фольгой и она поэтому отражает свет так вот такой секрет австрийцев очень красивая на так здесь кулон кулонной цепи из камеи камея вырезана вручную на морской раковине дама незнакомка прекрасная причем этот кулон можно носить еще и как брошь украшение два в одном видите да здесь маркировка флоренза это шестидесятые годы цепочка тут интересного такого плетения необычного красота и еще одно колье от флоренза немножечко она мне тут перепуталась посмотрите она состоит из четырех цепочек разного плетения и разной длины и получается когда вы одеваете на каскадом такс не спадает и на трех цепочках есть такие подвески интересные вот это вот подвеска с эмалью знаете такого синего приглушенного цвета даже синий оттенок ближе к морской волне и вот здесь тоже такая же эмаль использована но в центре еще кристаллик тоже очень красивая эффектная а самое главное редкое украшение этого бренда редко встречаются такие мульти колье это тоже шестидесятые годы выпуска на этом пожалуй все если вам что-то понравилось и вы хотите купить из украшений то пишите пожалуйста в директ или в комментариях если вы смотрите с ютуба то пишите мне на электронную почту все мои контакты будут внизу под видео на сайте появится все гораздо позже многие лоты обычно до сайта и не доходят их просто раскупают поэтому лучше пишите сразу с вами была валерия спасибо за просмотр желаю хорошего дня и отличного настроения